В современном мире уже совсем невозможно без романтизированных технологий, начиная с чайниками, которые сами по себе выключаются, и заканчивая машинами, которые сами везут вас через город. Однако предлагаю подумать о малом, при этом о таком сложном и ювелирно точном, о роботах и робототехнике. В наш маленький или большой спокойный мир торгаются мелкие неприятности. В случае для их решения вполне есть многие запретения, одно из которых – наш миниатюрный робот-пожарный для тушения малых пожаров дистанционно в водопадах. Казалось бы, ну хоть толком такого малютика, но на самом деле он не так уж и слаб, как кажется. Некоторые из вас, возможно, считают, что малые пожары можно потушить и самому, но вы не правы. Достаточно небольшого вдоха угадного дыма от маленького пожара, чтобы потерять сознание. Вот тут и поможет наш водопод, который сможет устранить малые пожары, за пару секунд точное попадание. К тому же он устойчив к высоким температурам, благодаря своему баку с водой, который его обнаживает. Мы собрали робота, используя конструктор ЛЕГО. Так как в конструкции не хватало нужных деталей для создания робот-пожарного, мы решили их сделать самостоятельно, найдя и используя подручные материалы, которые смотрели на ТИПО. Робот отправляется через мобильный телефон по конструкции с телефона. Нажимая на кнопки на телефоне, мы заставляем робота двигаться туда, куда нам надо. В качестве насоса мы используем электрический насос от машины. Насос работает от батарейки. Все очень просто и легко. Наш вод достаточно быстро, чтобы достичь очага пожара. И к тому же достаточно постсоздания. Можно успеть сделать прямо во время возникновения пожара. Если же он пострадает, не беда. Ведь все детали легко заменяемы. Их спокойно можно сделать из подручных материалов или попробовать напечатать на привекторе интерьер. Готовый муфт у нас тут. Сейчас мы продемонстрируем, как он примерно должен работать. Конечно, это пока что довольно тестовая модель. Но несколько таких доработанных роботов спокойно могут дожить даже большие пожары в реальном времени, не создавая риска для людей. Наш робот и к тому же многофункциональный. Если вам не надо дожить пожары, он может заняться полевым цветом или даже разносом на кистром. Но это если он совсем не нравится. В общем и целом, наш вод идеально вписывается в интерьер, обычной квартире или офисной компании, где он не будет занимать много места и будет в нас в обращении. АПЛОДИСМЕНТЫ Робот из геомонтических муравей. Это первый робот. Робот-насельковый. Геомонтический муравей – это простой робот, способный держать за источников цвета, получил фонарик, или сохранить препятствия. Выбор режима работы осуществляется с помощью переключателя. Использование доступных против деталей позволяет собирать такого робота очень быстро и легко. Этот робот является био-роботом. Бип – это такое направление робототехника, которое изучает четыре направления. Биология, когда мы забираем робота, похожее по досекому, как моему. Электронику, как при создании робота. Мы используем разные детали. Лампочки, моторчики, эстетику. Создавая робота, мы думаем над тем, как он будет выглядывать. Выглядывать. Что нужно сделать, что будет максимально гармоничный, и был похож на досекомое, которое мы хотим имитировать. Механика. Это использование разных подвижных частей робота. Например, моторчиком, передухом, как в моем случае. Мой робот состоит всего из восьмера радиоказанта. Два транзистера, два патриотатчика, два демонта, два светодиодов. И несколько механических виталей. Два моторчика, два самодельных датчика-касательства, которые я делаю с обычным выключателем с металлической маркой. Для создания чувствительных усов робота я использую досокнутые скрепки. Робот умеет двигаться за светом фонарики. Если его свет попадает на глаза робота, его в татачке, или робот может двигаться, только используя свои усы, обещать руку по астреанскому. Этого робота я собрал на три часа на мастер-классе моего преподавателя по робототехнике, который он проводил на дестаптивной науки в доме и за полярами. Мне очень понравилось собирать робот, поэтому теперь я собрался в робот на калитете. Уже собрал трех робот. Я планирую делать в макаре и сделать для него специальный фальтиковый фокус, который напечатан на дестапинтах и с калитетами. Пишу один робот. Робот на управление. Робот-машинка, робот-радиоуправление. Этого робота я придумал сам, используя никаких подсказок и устройств. У меня дома в коробке лежала развертанная и рабочая старая машинка на калитете в макаре. Я решил сделать из нее управляемого робота. Для этого я использую специальную плату из машинки, плату приема. Робот-радиоуправление используется в создании сперва бот-радиоуправления. Особенностью моего робота, моего робота, является точная у нее демотор. Два из которых должен, для того чтобы двигаться вперед, а третий бот-радиоуправление используется для дальнего назначения. Одно назначение рейтинг-радиоуправления – это стая бот-радиоуправления, но это не просто бот-радиоуправление, а хитрый бот-радиоуправление. Этот демоторчик подключен к плату, и за счет этого я застал бот-радиоуправления, заставляя робота поворачиваться в разные стороны. Этого робота можно применять для соревнований, которые нужны в программе робота. Одно из них соревнований управляемо робот-радиоуправлением. Я только начинаю сглубаться с робот-радиоуправлением. Сейчас, в частности, в моих конструкциях есть маленькие вопросы, о которых я не сталкиваю, которые мне оказали коллеги. Будущие реализации для обеспечения и справок. Или пробусь к услугам, или делаю другое сгрунзи, делаю другое сгрунзи, чтобы были интересны и сложны. У меня есть робот-пылесос, домашний помощник. Роботы очень полезны. Они могут делать много сложных и рутинных вещей. Например, работают 24 часа в сутки. Они не устают. И это значит, что доверяя технику свою работу, человек может заняться какими-то более полезными делами десерта. Это очень полезно. Они могут делать очень опасные вещи для человека. Робот-пылесос. Робот-пылесос предназначен, чтобы ездить и собирать мысль в школах. Для этого у него стоят два кулера, которые тягивают пыль для пыль. Они работают на программе. А при сборке я использовала специальный робот-конструктор под названием «Биология». Это достаточно интересный и сложный из всех конструкторов, которые есть у нас на пусте робототехни. Именно поэтому я выбрала именно его. Этого робота нужно программировать. Так что я пока не умею программировать этого робота, и только начиная учиться, разбиралась в программах, я использовала готовую написку для этого робота-программы, которую нашел в книжке инструкции. Эту программу через специальный профилятор я перейдлась в память робота. И теперь робот выполняет все действия по этой написанной программе. Программа очень простая. Робот использует один из датчиков травы, с помощью которого двигается вдоль стены. Когда робот доезжает до укула квартиры, он поворачивает. И это же... Ах! Таким образом едет по кругу. Одновременно с этим он собирает музыку. Кто-то может сказать, что это же ерунда. Как середину комнаты робот не убирает. Я скажу, что иначе. Очень часто мусор наказывается в шею стены, или заметается туда веником. И его оттуда идут на достать. Благодаря моему роботу, который ездит в поле стены, этот мусор собирается в специальный контейнер, который я сделал сам. Для суткания контейнера я использовала лучшую пластиковую коробку с подлогом. И я вырезала отверстие. В нижней части для этого, чтобы всасывать мусор в сколы. А с боку я вырезала еще одно отверстие. Одно отверстие нужно для того, чтобы вставать в сторону подкладываем мусор, чтобы он не падал за ровно. А второе отверстие нужно для того, чтобы из коробки выходил тот воздух, который стены выделяло. За пример я брал работу обычного ресурса. Я только подумала, с чего сделать сеточку, через которую ходит раковинка. И я решил попробовать запечатать на 3D принтер ее самостоятельно. Таким образом я придумал свою сеточку. Напечатанную. Она получилась точно такой, как я ее нарисовал. Специальный тракарный, посвятый романилированный комнат. Который меня научил работать твой руководитель. Собрав свою модель в руку, как он висился, я понял, как кто уже работает такой локтем. Что нужно, девочка, но он. И работаю еще лучше. В будущем я это сделаю. Сделаю еще одно ресурс. И я хочу запечатать вверх. Вверху свои детали, которые будут использоваться в проектах. Сейчас я хочу продемонстрировать работу на тех, кто входит. Вверху свои детали. Первый будет провод гипотетической мемори. Он едет на сверху. Тут, конечно, он и скользко. Поэтому плохо двигается. Еще он может резве переключаться. Если переключатель, то можно объезжать препятствия. Вот раскатер, это я дорожду. Робот-рубот. Он вперед-назад, пока не едет. Эту функцию доработает. И последний рост. Вот еще. Сейчас я положу бумажку, чтобы он сосал. Он, конечно, совсем не в стену, но в стену. Сейчас он повернет полную стену. Стена будет достаточно гиглянной палкой. Вот. Робот-сосаный. Бумажки всякие мелкие. Вот. Форму прямо открыть и посмотреть, кто их сосал. Это все мои руки. Два робота, которые я собрался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы решили ввести робот. Мы взяли на произвести рационную модель генерального генерала. Созданную в нашей пушке водописотки. В этой генерале не бывает двух основных типов. Это корезонтальные и вертикальные. Корезонтальные классические вертики, которые написаны в нашем проекте. Имеют пробелия. Обычный трех выпуск. И вертикальные ветряки имеют в этом лесу. Вращающие вертикально. Классические ветряки самые популярные. Так как они простые создания. И очень дешевые. Чем выше скорость вращения веток леса, тем меньше. А значит и дешевле требуется генерал. И тем легче скорость вращения веток леса. Сам генератор меньше, тем легче. А так уже чем выше генератора, тем эффективнее доработка этих генераторов. За основу мы взяли готовые примеры из учебников. И собрали их за его основным отстойным тестом. Которым мы поставим вам. В проекты мы добавили высокое удобное для людей, где можно пить. И использованы допустимые заборы генераторов. Эти недостатки и варианты движения. В ходе тестов мы, в ходе тестов роботов, мы выявили то, что данный вариант будет очень тяжело запустить. Мы просто западут на его локусе и исключительно доступный учебник. В качестве примера его работы, чтобы локусы получились, мы подключили к которым батареям. Мы, в последующем, мы хотим создать для конструкции достойных локусов, для того, чтобы было более тянем. В своем локусе мы подпечатаем этот депринтинг, который у нас есть в клюшке. На печати мы уже думали о каких-то локусеях смертных формах. В нашем случае, по нашей идее, это генератор прорабатывается для освещения дома, на домовой территории, в церкви здоровья, для хозяйственных построек. Для этого мы подключили к намерку по светодиодам, чтобы купили локусы. Светодиоды мы использовали, потому что они гораздо меньше потребляют вырабатываемую энергию, по сравнению с обычными лампочками. Мы узнали о том, как работают локусные дома. Актуальность нашего проекта заключается в том, что с каждым годом электрические энергии при форме дорожали, на ее заменах работа автоматильная, то есть восполняемая источники и энергии. Поэтому в использовании электроприотка для создания «Скоростей» доступны благодаря нашей маме. А когда мы включили сюда блок питания, и когда включится электричество, он вырабатывает электричество, это как у меня. И вот этот блок питания работает тоже электричество, он заведет. Вот мы решили попасть в область, где мы должны быстрее рассмотреть модель электричества, созданного в нашей кушке подописывания. Это генеральный блок основных типов. Это горизонтальные и вертикальные. Вертикальные классические ветвяки, которые написали в нашем проекте. Вертикальные ветвяки, вверх, 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 вверх. Сон, масса комбинаторов меньше, чем имеет в этот блок миллион. А так уже, чем вернуть в этот блок, тем эффективнее выработали проекты для веков. За основу мы взяли готовый пример изучения, и собрали их основные исполнения, которые мы присвоили вам, в проект Далее мы добавили высокую еду, мы завели в него Обрухом мы предъявили небольшое растительное И использовали лопасти из набора еду Эти недостатки варианты хуже После тестов мы выявили то, что данный еду Очень тяжело запустить в еду Просто западут на его лопасти и исключительно В качестве примера его работы Все лопасти получились, мы выключили Котор в батарею В последующем мы хотим создать для конструкции Достой лопасти Которую долю и тени Своим лопасти мы выключаем на 3D-принкл Который у нас есть в плюшке Для печати мы уже думаем о каких-то лопасти В нашем случае по нашей идее Мы работаем на лопасти для освещения дома В домовой территории В церкви с домом Прекрасно в построении Для этого мы выключили Которое место по светодиодам Мы купили на лопасти Светодиоды мы использовали Потому, что они гораздо меньше Выправляют Вырабатываемой энергии По сравнению с обычными лампочками Мы узнали о лопасти Как работают лопасти Актуальность Актуальность Нашего проекта Заключается в том, что с каждым годом Электроэнергия Лопастина Для ее замены Прекрасно Актуальность Мы используем Воспорняемые Источники Источники Поэтому Источники 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 Это битграфик, он вырабатывает электричество, это как у меня. И от этого у нас там работа сложность электричества, с которым мы заведем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Успойство этого опыта очень нестойное. Мы его собрались, это прикрепили к долгу, это такая, это камни, и погреемся со смартфона. Он есть где-то с помощью колеса. И тут моторчиком. Через долгом мы это все видим, сюда он видит. И может же она откладывается в другую сторону. И заключение поступает в основном, в точке, в плане реальности. И мы можем уже наблюдать какой-то метр. И я имею в виду сам какого-то действия. А мы, например, не можем. А лучше, если это не очень мы добавим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ